В этом учебном году школьники всей страны, естественно, и Алтайского края кушают бесплатно. Одних родителей эта новость обрадовала, других насторожила. Разве может быть бесплатно вкусным? Это при том, что раньше за один школьный обед родители платили в среднем 50-60 рублей. Эту тему мы сегодня обсудим в студии, а у нас в гостях Наталья Владиславовна Полосина, начальника отдела общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки края, и Юлия Геннадьевна Галкина, директор школы номер 53. Рада видеть вас в нашей студии. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня ребенок учится в четвертом классе. И чего греха таить, когда я узнала, что питание будет бесплатным, промелькнула мысль, ну, значит, будет невкусно, рацион поменяют или продукты какие-нибудь более дешевые. Слава Богу, ребенок доволен. Но ведь были родители, которые, по первости, возмущались. Сейчас, вероятно, все стало гораздо лучше с этим вопросом, но тем не менее. С чем это связано, как думаете? Ну, наверное, прежде всего, вот то, что касается вашего ребенка, да, Лена? Разные дети, разные родители. Для того, чтобы ребенок понимал, насколько правильно он питается, нужно воспитать в нем это правильное питание. Мы работаем над этим не один год, а вернее, уже, наверное, второй десяток лет. И прежде всего, конечно, нужно понимать родителям, что питание в школе и питание дома, оно в любом случае будет отличаться. Потому что мама привыкла готовить так, папа привык готовить так, бабушка готовит по третьему варианту. А повар готовит в соответствии с теми методическими рекомендациями, с которыми, первое, составлено меню в соответствии с калорийностью и прочим. Второе, закуплены продукты. И с этим меню нужно приготовить полностью на школу здоровую пищу. Вкусную и здоровую вместе с тем. Иногда вот эти понятия подменяются. Но я сразу хочу сказать, на сегодняшний день, да, мы не используем, еще раз повторюсь, в школах ни сковороды, ни жарение на маслах и так далее. У нас в школах только паровая пища. Конечно, сложно родителям и сложно детям перестроиться. Потому что технология домашнего приготовления, конечно, она иная. Но на сегодняшний день здоровое питание включает в себя прежде всего именно этот вариант. То, что говорить о дешевых продуктах, мы на сегодняшний день не имеем права и не имеем возможности. Потому что все федеральные законы на сегодняшний день прописывают то, каким свойством должен обладать тот или иной продукт, прежде всего и тот продукт, который используется в питании детей. Независимо от того, где это, в детском саду или в школе. Поэтому сразу хочу сказать, что у нас разные системы питания и разные варианты приготовления пищи. В малокомплектных школах есть и столовые, которые полного цикла, то есть от и до, от сырья до приготовления пищи. Есть те столовые, опять же, малокомплектные, где подвозят из базовых школ пищу. Есть такие варианты. А есть школы, которые работают на полуфабрикатах. Но сразу хочу сказать, то есть доготовочные столовые, таких большинство. И сразу хочу сказать, что полуфабрикаты... Полуфабрикаты как-то настораживаются. Да, полуфабрикаты это не те, которые продаются в магазинах. Это те, которые готовятся базовым предприятием из сырья. То есть, если привозится фарш, то он не замороженный, он свежеприготовленный. Если привозится филе, то оно не замороженное, не охлажденное, оно свежеприготовленное, опять же. Вот, и таким образом, если рыба, то она идет в филе свежеприготовленное. Пища, которая длительное время хранится, не используется в детском питании. Я хочу добавить. Да, разве можно вкусно за 50 рублей накормить ребенка? Вы знаете, абсолютно можно. Тема бесплатного школьного питания и, в принципе, школьного питания сегодня достаточно актуальна. И вот уже на протяжении практически всего сентября страсти по этому вопросу не утихают. Но на самом деле, вот это определение правильное питание, оно действительно теперь вошло достаточно прочно в нашу жизнь. Но понятие, как правильно заметила Анталия Владиславовна, мы подменили понятие правильного питания. Домашнее питание и питание в школьной столовой. Действительно, нужно все-таки, вот моя точка зрения, вести огромную просветительскую работу, которую позволяет сегодня нашим родителям и нашим учащимся понимать, что подразумевается под термином правильное питание. То есть это не только определенное количество жиров, белков и углеводов, это еще и именно калорийности, но это еще и способы приготовления тех или иных блюд. Вот в нашей школе, я думаю, это во многих школах Алтайского края, потому что Министерством по образованию и науке Алтайского края была разработана уникальная программа разговора о правильном питании, где с каждой первой страницей ребятам просто дается основы для понимания, что из себя представляют, правильные продукты, чем вредна неправильная пища. Подождите, это определенный урок такой есть? Ну, данную программу мы реализуем в рамках внеурочной деятельности. То есть это не возбраняется на сегодняшний день, и это действительно работает. Поэтому, когда нашим детям дают каши, они очень даже спокойно к этому относятся, с удовольствием их едят, потому что они понимают, что в данной крупе есть определенное количество микроэлементов, есть очень много полезных веществ, которые благотворно влияют на организм, на растущий организм тем более. И вы можете к нам прийти в школьную столовую, спросить у любого второклассника, третиклассника, он вам с удовольствием расскажет, чем полезна каша, чем, например, полезен такой напиток, как какао и так далее. Поэтому, мне кажется, вот эти вот страсти по школьному питанию, в большей части они надуманы. Никаких полуфабрикатов нет, все всегда свежее, меню разнообразное на сегодняшний день. И я считаю, что если правильно выстроить просветительскую работу с родителями, эти вопросы снимутся. А вот сейчас большинство школ Бурнаула обслуживает глобус, верно? Компитат школьного питания, но не только Бурнаула, и некоторые пригороды. Некоторые пригороды, да. И я знаю, что, ну, как в любом предприятии есть хорошие добросовестные сотрудники, так и здесь могут быть повара, которые вот прям из обычных макарон могут приготовить сказку, а некоторые, ну, вот кроме как макароны, комком и ничего. И я знаю, что вы вот в такой ситуации были и как-то ее исправили. Ну, вы знаете, почему-то на ум приходит цитата «Единственное условие делать отличную работу – это любить то, что ты делаешь». Это я сейчас про самый обычный, привычный для нас человеческий фактор. То есть все зависит действительно от человека, который на сегодняшний день эту еду готовит. Комбинат школьного питания всегда открыт для диалога. Если возникает какая-то проблема, и руководитель организации неравнодушен, то есть он увидел, что действительно, ну, вот как какое-то меню не очень хорошо для детей, то есть очень много отходов, например. Пожалуйста, можно всегда позвонить специалистам комбината, объяснить ситуацию и вместе проработать те или иные проблемы, которые на сегодняшний день возникают. Они никогда не уходят от ответственности. То есть, по сути дела, ну, вот в моем опыте несколько раз мне приходилось обращаться в комбинат, и действительно в какой-то степени менять специалистов, вот, бригады школьной столовой. Никогда мне в этом отказа не было, потому что я считаю, что и психологический фактор на этот момент, то есть насколько улыбчивый сам повар, да, понимаете, вот то, как ребенок воспримет любую еду, которую ему дали в школьной столовой, это в принципе зависит от взрослых. От того, как к этому относится классный руководитель, от того, как к этому относится повар, который с улыбкой предлагает, например, там, эту кашу поесть, от того, как относится руководитель образовательного учреждения. Если ребенок видит, что это действительно все вот позитивно, ну, почему бы ему не съесть кашу? А блинчики, наверное, горячие, но они дома по воскресеньям или по субботам с родителями поедят, и по праздникам в том числе. Вот смотрите, в данном случае получается, что вы каким-то образом повлияли на качество питания детей в школе, на доброго повара, который там с удовольствием раздает горячую кашу. А могут ли родители повлиять, вот чтобы поменяли состав глобуса в данной школе? То есть прийти попробовать и сказать, там, не знаю, делегацией к директору, вот знаете, вам, может быть, и нравится, а мы-то не очень довольны. Это совершенно реальная ситуация. Почему? Потому что Юль Геннадьевна сказала, что комбинат школьного питания, да, в принципе, и любой директор заинтересован прежде всего в том, чтобы у него в школе было качественное питание. Смотрите, у нас существует первая бракиражная комиссия. В состав бракиражной комиссии обязательно три человека, и обязательно входят представители родительской общественности. Это те люди, которые снимают пробу с того, что приготовлено сегодня детям на обед или на завтрак. Это первый момент. Второй момент может столкнуться с следующей ситуацией. Ребенок пришел и сказал, я сегодня не ел невкусно. Почему невкусно? Вопрос. Первое, не горячее. Второе, не соленое. Третье, просто невкусное. Вот когда просто невкусно, вот тогда мамечке нужно идти и смотреть. Никогда комбинат школьного питания, никогда руководитель образовательной организации не откажет. Посмотреть, как идет приготовление пищи, возможно. Возможно. Посмотреть, насколько это соответствие меню, возможно. Попробовать то, что дают детям, возможно. Тем более, что мы сегодня говорим о том, что родительский контроль за питанием детей, он тоже имеет место быть. Не только в рамках бракиражной комиссии, но и иным способом, когда можно посмотреть, чем питаются дети. Дать свои рекомендации, да, это тоже возможно. Конечно. Но надо прекрасно понимать, что плюс к рекомендациям родителей есть еще то меню, которое согласовано и утверждено, и есть санитарные правила и нормы, и методические рекомендации, в соответствии с которым оно разработано. Калорийность, белки, жиры, углеводы и так далее. То есть сбалансированность меню. Наталья Владиславовна, вот обоснованно, необоснованно было в начале года вот эти претензии, всплески родительских негодований, да, что кормят невкусно, еще не видели, не пробовали, а уже невкусно. Да, в августе месяце. Но, тем не менее, определенная комиссия состоялась, и в меню внесли определенные изменения. Значит, что-то было не так? Знаете, с чем это было связано? У нас есть четкое понимание того, что первая смена – это начальная школа, вторая-третья перемена – это максимум половина десятого-десять часов утра. Завтрак. То есть это завтрак, да. Вторая смена – это обед. К обеду свои требования, которые предъявляет Роспотребнадзор. Жалобы родителей касались прежде всего в том, что стоимость питания, завтрака и обеда, она разнится только в этом плане. Вот о вкусах в меньшей степени был разговор. А вот разговор о том, что разница в меню, вот это был разговор. С Роспотребнадзором мы провели целый ряд совещаний и скорректировали меню. Спасибо им за то, что они пошли на… Не то, что нам навстречу, а спасибо за то, что они действительно вместе с нами вот эту проблему разрешили. Почему? Потому что в завтрак включили мясные, рыбные блюда, запеканки творожные, омлеты, сыр и так далее. И сбалансировали его с обедом. По стоимости. Да. И вообще питание разнообразно. То есть в меню достаточно хорошие такие изменения были внесены. И вот на мой взгляд, как раз вот обращения родителей связаны, скорее всего, с непониманием. И действительно, вот мало ли что там сказал ребёнок. Школа на сегодняшний день открыта. У нас попечительский совет подключался очень так интенсивно к контролю за школьным питанием, ещё задолго до бесплатного питания младших школьников. И я сама каждое утро снимаю пробу, и когда родитель приходит с тем или иным обращением, например, там, что это было холодно или это было, наоборот, не очень вкусно, то тогда я предлагаю, пойдёмте вместе, у нас же столовая, не закрытая организация, но, пожалуйста, зайдите, возьмите, попробуйте, уже тогда сделайте вывод. Поэтому вот говорить сейчас вот так, массово, что всё невкусно, всё не так приготовлено, на мой взгляд, это неправильно. Да, пища на пару, она немножечко отличается от жареной пищи, и мы, как взрослые люди, это прекрасно понимаем. Но польза от пищи, у нас все дети разные, достаточно большое количество детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Мы же ориентируемся массово на питание, а не избирательно подходим к каждому ребёнку, хотя на сегодняшний день это предусмотрено, потому что есть дети, которые имеют серьёзные заболевания, например, такое, как целиакия. Естественно, там нужно корректировать школьное питание. Но прежде чем критиковать, прежде чем давать оценку, нужно всё-таки прийти, самому попробовать, сделать вывод. И если уж тогда действительно возникли какие-то проблемы, наверное, пойти к руководителю, который имеет возможность обратиться сегодня к комбинату школьного питания, и всё это скорректировать. Ну, в общем, я так поняла, они стоят сразу в социальные сети своё негодование, а лучше попытаться решить вопрос, как бы, тем более идёте на контакт. Вопрос на месте. Да, я сама слежу за мнением в социальных сетях, но иногда просто даже удивляет. Думаешь, как так? Я наблюдаю, например, сколько отходов у меня после каждого потока, когда дети попитались. И когда я вижу, что эти отходы, ну уж извините, мы можем про это говорить минимальные, но как можно в социальных сетях критиковать, например, качество пищи? Понятное дело, что ребёнок невкусную еду есть не будет. И ещё один такой всплеск в социальных же, опять же, сетях был о том, что не во всех школах в некоторых детям на то, чтобы покушать, его дают чуть ли не две минуты. Вот перемена пять минут, из класса вышел, пока до столовой дошёл, и как будто готовят их в армию. Ну, не везде так. Было такое? Есть такое? Ну, таких перемен, как таковых, сейчас уже нет. Поэтому мы специально говорили о том, что тогда, когда дети принимают пищу, перемена должна быть увеличена. Всегда так было, Илья. Вы знаете, до 1 сентября у каждого образовательного учреждения был очень хороший подготовительный этап. Да, действительно, у нас были достаточно жёсткие условия, которые были регламентированы Роспотребнадзором, а именно в части организации школьного питания, чтобы классы друг с другом не стыковались. Ну, это понятно, вот после, вернее, в рамках нераспространения инфекции. Тем не менее, мы, и не только наша школа, а все школы города Барнаула, все продумали, как регламентировано будет школьное питание. И пять минут, ну, это просто невозможно, чтобы дать детям покушать, перемены 15-20 минут. Единственное накрывание происходит по особому режиму. То есть, например, если у вас, ну, грубо говоря, три ряда, первый, третий питается, второй в этот момент, пустует. Как только освобождаются эти два ряда, соответственно, накрывается ряд посередине. Какого, какой-то сбора детей, или, например, жалоб на то, что дети не успевают покушать, ну, такого, мне кажется, это просто смешно, потому что всё продумано. Для родителей специально каждая школа вывесила график посещения столовой. Поэтому всё можно увидеть и на досках объявлений, и на сайтах школы. Да, есть такое. Да, то есть надо посмотреть и утвердить. В завершении нашей беседы желаю всем школьникам Барнаула и Алтайского края приятного аппетита и будьте здоровы. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Наталья Полосина, начальник отдела общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края, и Юлия Геннадьевна Галкина, директор школы номер 53.